Я приветствую всех на телеканале Беларусь4. Это программа Добрый вечер, Гомель. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и вы знаете, сколько, наверное, существуют коты, столько уже существуют и поговорки, которые придумал человек. Например, одна из них – то, что люди созданы для того, чтобы котам не было скучно. Другие, наоборот, утверждают, что без кота и жизнь не та. В общем, друзья, этим добрым вечером будем чествовать наших пушистых, мурлыкающих, мяукающих, царапающихся питомцев. Ну и, конечно же, будем рассматривать кошачью жизнь со всех сторон. Об этом не только. Сегодня поговорим с моими гостями. Готовьте ваши ладоши, будете приветствовать их аплодисментами. Андрей Васильев, руководитель музыкальной студии «Драйв». Привет! Привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Психолог Ольга Санатова. Оленька, рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Заводчица и владелица прекрасных кошек породы сфинкс. И вот это вот красивого чуда по имени… Кармина. Кармина. Светлане Кармини, бурные аплодисменты. Главный ветврач ЧТУП ЭВИА ВЕРУМ Иван Королевич. Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и чуть позже мы по телефону созвонимся с городом Героем Минском, со столицей. Там находится единственный в нашей стране музей кота. Ну а старший научный сотрудник этого единственного в нашей стране музея Белослава Криш Топович уверенно расскажет много интересного, о чем же может рассказать музей кота. В общем, друзья мои, здравствуйте! И позвольте сегодняшний вечер начать… Я вот долго думал, с кем же начать беседовать о братьях наших пушистых и меньших. Оль, ну, конечно же, хотелось бы услышать мнение психолога. У тебя дома живет кот? Нет, к сожалению. Почему? Я очень люблю животных, причем не только котов, но и собак. Но, к сожалению, у меня сын аллергик. И мы не можем позволить себе такого удовольствия. То есть это стало просто большой… Да, это стало, да, трагедией, да, в его детстве. Ну, а теперь мы уже как-то немножко с этим свыклись. Скажи, ну, а в детстве у тебя часто были дома коты? Да, у меня дома, когда я была маленькая, у меня был и кот, и собака, и попугай, и страсти с ними разгорались. И ревности были, и… ну, были интересные истории. Подожди, страсти с кем разгорались? Между животными, между собой? Ну, сначала мы завели… сначала у нас появился кот в семье, потом появилась собака, а еще раньше появился попугай. Так вот, попугай умер от тоски, как нам сказали ветеринары, что он просто умер от тоски, потому что много ласки, много внимания уходило туда. И хотя мы его очень любили, он у нас был необычный, он говорил, кушал из тарелки. В общем, он был очень воспитанный, очень редкопородистый попугай. То есть вот такая практически трагическая история, прямо сюжет для мелодрамы, для какой-то, что попугай не выдержал ревности и переизбытка чувств к котам. Да. И собакам. И собакам. Да, и такое, оказывается, бывает. Свет, у тебя надолго и всерьез поселились сфинксы. Помнишь тот момент, когда ты впервые познакомилась именно с этой породой кошек? И, собственно говоря, вот те, кто не знаком с ними, часто задают вопрос, а чем они так очаровали? Ну, во-первых, это не просто кошка. Это кошка-собака-обезьянка, то есть это что угодно, но только не кошка. Потому что она взяла повадки, то есть они понимают команды, вот, они любят плавать, они лапой открывают, в принципе, все шуплятки и шкафы, вот, то есть они очень дивные. Да. То есть она вот так вот и серьезно и отвечает, будет разговаривать. Да, конечно, вот, да, возмущаться иногда. Давайте отдельные аплодисменты к Армению. Она это уже рассказывает. Наверное, придется пригласить звукорежиссера, чтобы обеспечить с микрофонной связью нашу виновницу сегодняшнего праздника тоже. Жаль, что кошачьих микрофонов еще... Ну, тогда она добралась была Маргошу, да, Донскую, потому что та совершенно разговорчивая, это еще молчаливая, она все время в образе, а та разговорчивая. Ну, хорошо. Когда ты впервые с ними познакомилась? Сколько лет назад произошло это знакомство? 12 лет назад. Да ладно? Ей 10 лет уже. То есть сколько живут коты? Средняя подложительность жизни от 8 до 10 лет, но это средняя. Некоторые до 15 доживают, некоторые до 25, я видел. Так это старушка, значит, уже возрастная дамочка. Да, да. Но, в принципе, они такие же активные, как и были, поэтому я даже и не заметила, что они, оказывается, уже за... Немного за 30, так сказать. Давайте нашим прекрасным уроком аплодируем. Хорошо, но есть же короткошерстные, есть пушистые, есть и веслоухи. Почему именно те, кто похож на инопланетян? Другая грация. У них мордахи совершенно другие, у них потрясающие глаза. Вы посмотрите, какая у них мордашка. Вот я не знаю, я обожаю эту породу, они горячие, они очень приятные на ощупь, да, они такие вот. Но они разные бывают, конечно. И резиновые, и брашки. То есть мне нравится по ощущениям. Тактильность такая очень интересная. Ну, Иван, понимаете, сегодня на протяжении эфира у меня к вам будет очень много вопросов. И можно я открою сразу небольшой секрет? Вот вы тоже владелец котов, прекрасных сфинксов. Тоже фанат этой породы. Мне, прежде всего, нравится их неактивность. И, как говорили, что они больше похожи по повадкам, как собака. Мне собаке тоже очень нравится. Собаку я не могу завести, потому что, к сожалению, много работаю, а собаке намного времени. Коту надо меньше времени. Но по повадкам, по поведению, по активности он такой же. Тем более он очень любвеобильный, общительный, ну и грациозный. У них даже вот лапы, допустим, по другому конечности работают немножко. У него более пластичная, может, ну, как у человека рука, как у обезьянки. Вот. Ну, фанат этой породы тоже. Поддерживаю вас полностью. Иван, по статистике, прочитала небольшую статистику, около 80% людей держат домашних животных. И большая половина отдают предпочтение именно кошкам, собакам на втором месте. Как врач-ветеринар, как главный врач, как вы объясните вот такую тенденцию? Ну, тем, что большинство людей в городе живут в квартирах, они в частном секторе. Соответственно, коту, да, меньше места. Многие люди, может, и хотят себе собаку, но, допустим, как и в моем случае, не могут себе этого позволить. Это больше времени надо, больше собакой заниматься. Кот, коту надо меньше пространства. Вот. Ну и времени, соответственно. Ну, и если собака, она проявляет какую-то доверчивость, ждет своего хозяина, то коты все-таки гуляют сами по себе. Знаете, есть такая как бы притча, что как думает собака? Хозяин за мной ухаживает, хозяин меня кормит, хозяин меня кормит, он бог. Как думает кошка? Хозяин за мной ухаживает, хозяин меня кормит, я бог. Коты не более эгоистичны, к сожалению. Совершенно верно. Давайте все равно они сегодня заслуживают аплодисментов, потому что, ну, действительно, коты, им сегодня посвящена наша программа, наш сегодняшний добрый вечер, потому что 8 августа на планете сегодня отмечается Всемирный день кота. И, друзья, у нас сегодня насыщенный вечер, поговорим мы сегодня не только о котах и о кошачьей жизни, но о некоторых тайнах их жизни, об этом немножко позже. Ну и сразу важная информация. Так как мы работаем в прямом эфире, то сегодня наша редакция решила, что, а давайте вы будете к нам на Viber отправлять ваши объявления, кто, кого, каких котят отдают в хорошие руки, потому что это очень важно, чтобы каждый котик, маленький или большой, был пристроен и находился в хороших руках. Так что вся контактная информация находится на ваших экранах, наш Viber готов принимать ваши сообщения. Ну и, конечно, вопрос нашего эфира. Как же вы относитесь к котам? Все это, и даже чуть больше, сразу после рекламы. Так что мы продолжаем, не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем наш добрый вечер Гомель на телеканале Беларусь4. Сегодня отмечается Всемирный день Кота. Сегодня вместе с нами этот вечер проводит замечательный музыкальный коллектив, музыкальная студия Drive. Давайте их еще раз искупаем в аплодисментах. Художественный руководитель Андрей Васильев. Так что предлагаю добавить немножечко музыки в наш эфир, после чего продолжим наш разговор. Андрей, расскажи немного о тех композициях, которые вы сегодня ко Всемирному дню Кота подготовили для нас, наших зрителей. Мы пришли сегодня к вам в гости с музыкальным коллективом, который называется Старый фольварок. С этим коллективом мы исполняем этномузыку, белорусские народные композиции, вот в наших аранжировках, то, как это видим мы. Хорошо, давай начнем со знакомства. Андрей Васильев, прекрасно знают все, знаком со Старым фольварком. На гитаре Виктор Степанцов, вокал Анна Баскина, перкуссия, вот такой интересный инструмент, который называется Кахон, на нем играет у нас Елизавета Пырх. На гитаре у нас играет Александр Невский. Расскажи о музыкальной композиции, с которой вы начнете. Следующая, первая наша композиция называется Чагожит Элоси, белорусская народная композиция. Чагожит Элоси, белорусская народная композиция. Чагожит Элоси, белорусская народная композиция. Чагожит Элоси, белорусская народная композиции. А не тепло будет, а не тепло будет. А листочек раит, а земельку крыет. Зима люта будет, зима люта будет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! У вашего коллектива с котами Какие взаимоотношения? Давай начнем с тебя Лично у меня пока нету кода Потому что у меня маленький ребенок Но подрастет мы обязательно заведем Потому что дома без кота Без кота и жизнь не та Хорошо, ну а в детстве? Пока учился в школе? Конечно, много было животных домашних И собаки, и коты Ну хорошо, о котах Расскажи, как у тебя появлялись дома эти коты? Подбирали бездомные Классика жанра, да Идешь, маленький, сидит симпатичный Мама И так появлялся дома котенок Лиза, я знаю, что из всего коллектива Ты, скажем так Ну, если не чемпион То самый главный эксперт То, что касается котов Да, у меня есть дома два кота Один красивый Второй умный Давай в деталях теперь разбирать Вот эту вот твою трактовку Один красивый, второй умный Ну, в общем, один кот Они у тебя кто? Из кого? Из каких? Скажем так Вот один кот британской породы Тот, который красивый А который умный Он с улицы Подобранный, как и у всех Вот Живут недружно Весело Приходится их успокаивать Как-то урегулировать Кошачьи Да, приходится постоянно Урегулировать конфликты Потому что один ревнует другому Ты на чью сторону В этих отношениях становишься? Красивых или умных? Ну, по-разному Зависит от ситуации Зависит от того, кто провинился Да А как их наказываешь? Ну, хорошо Ну, как-то же они уживают Вот, кстати, Андрей Правильный вопрос задал Как наказываешь? Да, в общем-то, никак Им просто надоедает драться Они ложатся спать Или лишаешь на какое-то время еды? Едой тоже бывает Ну, это жестоко Бывает Лакомствами всякими Хорошо Такая прекрасная кошачья идиллия Один красивый, второй умный Дерутся постоянно Ревнуют постоянно Ты помнишь тот момент, когда впервые у тебя дома Появились коты? Да Это был кот Тоже принесенный в детстве с улицы Мной Естественно Мама, давай оставим Ну и все Вот Интересный момент Мама, давай оставим Что сказали тебе родители, когда ты притащила Ну, мама была не рада Неизвестно, какого блохастого кота По большому счету Мама была, мягко говоря, не рада Она очень расстроилась Но она очень любит котов Поэтому через пару дней она была счастлива Да То есть кот быстренько адаптировался дома? Одни и те же слова, наверное, говорят Ухаживать будешь сам Да Смотреть будешь сам Да Эти аплодисменты тебе И твоим Мурлыкающим, царапающим, полосатым друзьям Еще раз аплодисменты Давайте поддержим аплодисменты Кстати, действительно, перед тем, как завести дома кота Необходимо продумать и учесть множество моментов и условий Бытовые и санитарные условия для кота Личное пространство Да и характеры у котов совершенно разные Об этом поговорим далее в нашей программе Оля Вот ребенок просто требует и умоляет взять домой котика Как быть в этой ситуации родителем? Вот все мы сталкиваемся рано или поздно с этой ситуацией И как бы первоначально у родителей одна и та же реакция Ну, как уже говорили ребята Да, 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 да Ну, в принципе, нормально Вот вспомни свое детство Когда ты же притаскивала домой котов или Ну, я уже так и да Не притаскивала, приносила подарочек Для любимца, да Любите, да Ну, вот принимайте, любите Кормите Да, да, да А если не позволите, то этот кот будет жить в подъезде Вместе с ним буду в подъезде жить и я Ну, тут уж такая манипуляция была Чего же нет Если другие не действуют, можно и так, да Но вообще в целом Как быть родителем, вот если серьезно подойти к решению вопроса? Правильно, смотрят на приобретение животных достаточно прагматично Потому что содержание животных вызывает определенные хлопоты Это задействует ресурсы временные, материальные и так далее Поэтому понятно, что родители... Пространственные Ну, пространственные опять-таки, да Поэтому нормально, что родители волнуются по этому поводу Потому что это такая как бы опять небольшая буза на их плечи Как правило А для детей все совершенно по-другому Для детей животное это источник радости и удовольствия Поэтому вот они хотят получать эту радость и удовольствие И кроме того, вообще дети относятся к домашним животным Практически к членам семьи Вот если иногда у детей спрашиваешь, что у членов семьи Они иногда называют животных Мама, папа, баба И кот там, барбос там и так далее И вполне серьезно И их отношение к домашним питомцам такое же, как к членам семьи То есть это говорит о важности Перед тем, как завести кота в доме Всех животных хочется охватить, но остановимся на котах Вот с чего начать эту подготовку, потому что в доме появится зверь Кто вот кого должен настраивать Скорее всего родители, вернее ребенок должен настроить родителей Или все-таки родители должны объяснить ребенку, что не все так просто Ну, возможно, если родители должны принять для себя решение такое важное Да, убедить как-то там ребенка, для чего это все нужно Вот этот вот этап, он проходит психологические подготовки до того, как они, конечно же, берут Но в целом, для чего вообще, вот, чем вот полезен сейчас питомец в доме Ответом на этот вопрос служит, вот, я недавно разговаривала с одной приятельницей Она, кстати, мама гиперактивного ребенка Когда-то мы работали с этими проблемами, вот И она вот очень правильно сказала Вот я о положительном примере, после того, как вот завел Что изменилось, после того, как они завели кота у себя дома, да, для своего ребенка Она сказала, что, во-первых, ребенок стал более спокойным Потому что действительно волшебное действие котов на гиперактивных детей успокаивающее Кроме того, она сказала такую простую классную вещь Она сказала, чем мой ребенок будет заниматься планшетами, компьютерами и телевизорами Он будет заниматься живым котом, ухаживать за ним Будет иметь, получать опыт вот этого вот кормления, заботы Потому что он один сын в семье, и у него нет ни сестры, ни братика А это такой член семьи, за которым нужно ухаживать, как живое существо Которому нужна ласка и забота И вот такой обмен любовью происходит у них Но к тому, что это живой объект, что это член семьи, тоже надо подготовить Ведь, согласись, часто встречаются случаи, когда ребенок воспринимает кота как игрушку Ну, вряд ли как игрушку Это мы думаем, что если ребенок таскается, часто видно, когда хватает животное Но вот неоднократно, тем не менее, задаешься вопросом Почему это животное агрессивно реагирует на меня, если я попытаюсь И совершенно не всегда так же действует, но так же реагирует на детей Вот есть у них особенно избирательная способность Потому что говорят, что животные, они очень интуитивны Они распознают, вот правда же, вы скажите, они чувствуют, как к ним относятся И, по-видимому, вот эту энергетику, то добро, то радость, которую ребенок несет Те эмоции, с которыми ребенок идет к животному, то считывается И поэтому такая же реакция Поэтому я думаю, что это очень положительное явление Появление кота в семье Пока я понимаю, что психологи, в частности, ты советуешь заведить В частности, я советую, если ребенок хочет домашнее животное Особенно, если вот мы сегодня говорим о котах И вы имеете возможность Ну, нет противопоказаний каких-то медицинских Возможно, еще каких-то более серьезных Которых мы не можем себе сейчас представить Ну, например, вы завтра уезжаете Переезжаете Вот, например, неделю живете, там месяц, два А потом вы, может быть, куда-то переезжаете Или у вас какой-то такой, ну, не бродящий, а просто переезды частые Тогда, возможно, вам нужно думать Хотя сейчас нету возможности Ну, есть возможность даже путешествовать с животными В принципе, вполне возможно И таких больших проблем с этих нет Но если мы говорим А если все хорошо складывается с этими явлениями Тогда очень замечательно заводить Ну, эффект воспитательный будет замечательно Это мой совет Аплодисменты нашему психологу Ульге Санатовой Света Вот для тебя коты это Вот как бы ты описал Вот сразу скажу Ну, вот для меня коты Причем все это инопланетяне Сфинксы это отдельные инопланетяне А вот для тебя коты это кто? Это красота Вот, вот мне кажется, что сфинксы это все-таки красота И это нечто, я не знаю Которое, в принципе, действительно тебя Вот меня лично вдохновляет на какое-то творчество Вот, поэтому я их очень люблю Хотя я с ними очень так вот отношусь Как бы она сама ко мне приходит Чтобы я ее погладила В определенные часы Вообще она меня не трогает То есть я ее практически не вижу Она приходит для того, чтобы я порадовалась Немножко погладила ее Вспомнила, что у меня есть животное И опять занялась своими делами Вот так Отлично, замечательно Но вот все заводчики домашних животных Будь то коты Будь то собаки, наверное, исключением Только станут рыбки и какие-то грызуны Которые живут в каких-то отдельных резервациях Все, как один, начинают рассказывать Достаточно невеселые истории Об испорченных бытовых приборах Об испорченной обуви Об испорченной мебели Вот когда у тебя в доме Перед тем, как поселить Пригласить, жить У тебя плотно А есть замечательных сфинксов Ведь это тоже коты И они тоже портят мебель Были такие... Они даже портят стены Потому что мои стены из пробки Испорченные стены Это, конечно, катастрофа Есть такое дело Но все равно ты, в принципе, думаешь Как сделать дизайн квартиры так Чтобы кошкам это не мешало И вот я тогда сразу вспоминаю этот анекдот Когда говорят Вот сегодня я точно наберусь смелости И скажу кошкам, кто в доме хозяин Вот у меня так бывает периодически И каков эффект? Безуспешно пока Зато аплодисменты этим добрым вечером Сегодня тебе Безусловно Заводя кота дома Каждый хочет, чтобы кот великолепно себя чувствовал Комфортно Чтобы кота окружала со всех сторон Любовь, ласка и радость И, конечно же, чтобы кот был здоров Сегодня у нас в гостях Иван Королевич Главный ветеринарный врач Чтупове Вером Еще раз вам аплодисменты Иван, расскажите Вот вы каждый день сталкиваетесь С котами, с собаками С различных пород Вот что нужно сделать Для того, чтобы кот был здоров Есть ли какой-то такой емкий совет Ответ Или это все-таки нужно разделить По полочкам и... Нет, ну ответ, конечно, есть Но все должно быть постепенно Беря, допустим, заводя животное молодое Ну, либо приобретая его Либо беря его на улице Надо понимать, что Надо проводить определенные обработки Обработки от паразитов От глистов От блох И, соответственно, вакцинации От вирусных заболеваний Схемы вакцинации разработаны Прививаются животные двухкратно И планомерная ежегодная вакцинация Это первое Плюс планомерные по графику Обработки от паразитов Плюс правильное кормление и содержание Тут обратно же Правильный сбалансированный рацион Курсы витаминов Особенно, когда животное молодое Когда идет формирование костяка Чтобы, не дай бог, рахит не развился И не было каких-то изменений Которые потом скажутся на все жизни животного Ну и соответствующий уход И со стороны хозяев обратно же Сейчас, допустим, жара Многие не задумываются Открывают окна на проветривание Много котов падает Каждый день переносит травмированных животных Да ладно Пятый, седьмой, восьмой, девятый этаж И многие коты умирают Соответственно, заводя животное Надо это понимать И ставить москитные сетки И усиливать их Допустим, в интернете есть много картинок Как усилить металлический муколком Потому что животное получает серьезные травмы И очень часто несовместимые с жизнью И для ребенка, и для хозяев трагедии Хорошо, скажите А насколько велик процент спасения тех котов Которые по, скажем так, вине хозяев Падают с пятого, седьмого, восьмого этажа Чаще выжимают, когда падают с восьмого этажа И девятого Потому что кот успевает сгруппироваться И, во-первых, они легкие Они планируют Обычные травмы Летальный исход низкий Чаще это поломанные челюсти Поломанные лапы Поломанный таз Ну, либо ребра Выживают Ну, соответственно, надо уход Лечение Вот Но это же трагедия для семьи Тоже с животным Вы начали ответ на мой вопрос Знаете, с достаточно профессиональной терминологией Что надо сбалансированное рацион питание Надо такие прививки Надо комплексы витаминов Но когда человек заводит кошечку дома Вряд ли он задумывается о том Что вот это же все надо сделать В первую очередь это няшность, мимимишность Это, ой, у нас такой пушистый Или вот наоборот Не пушистый, красивый зверь Вот о чем стоит помнить Заводя кота в доме? Тут, понимаете, тоже Тут двоякий ответ Заводя живот Надо прийти на консультацию к специалисту И специалист все объяснит Обратно же люди некоторые Когда имеют дома котов Не задумываются Подбирая уличных Принося их домой Без карантина Без обработок В итоге Дома коты непривитые Приносят инфекцию в дом Беду, болезнь Соответственно Читать информацию Либо консультироваться Даже по телефону Можно позвонить Любую ветклинику Вам в любой ветклинике По телефону объяснят Что, как правильно делать животным Это не проблема Ну и интернет, конечно Информации куча Но в интернете, к сожалению Большое количество Ненужной информации И лишней Надо непосредственно Обращаться к специалисту Хорошо Родился котенок Попал в хорошие руки И, собственно говоря Нужно как-то, скажем так Его явить в этот мир Красивым и здоровым Какие процедуры Необходимо заводчику Кота сделать в первую очередь? Первая процедура Это идет первичная обработка От листов Потому что от листов Большое количество проблем И нарушение обменовеществ И даже нервные явления У животных могут Потом Уже когда все это произведено Двухкратно В двухмесячном возрасте Производится первая вакцинация От вирусных инфекций Там в зависимости от вакцины Есть трехвалентная И четырехвалентная То бишь вирусная инфекция Которая чаще всего болеет Потому что вирус К сожалению Очень часто Может вызывать летальность У животного Если переболевает Либо осложнение на всю жизнь Сделать правильные обработки Вакцинации И, соответственно Курсы витаминов В молодом возрасте И потом Полномерные в течение года Раз в квартал Допустим Пропивать курсами И правильное питание Соответственно Что имеется ввиду Под правильным питанием? Потому что Многие хозяева Дабы угодить Своей кошке Они вот что Ест сам То же самое Ну котик же просит Как ты можешь Этим милым глазам Сам продукты покупать Самый холодильник Ложит Так я скажу Не буду рекламировать Корма Я скажу так Есть два правильных Подхода к кормлению Животных Первый правильный Подход к кормлению Это натуральная пища Второй Это сухие Панорационные корма Средней линейки Либо премиум класса Дешевыми кормами Лучше не кормить И, соответственно Надо понимать Что кот Это хищник Это плотоядная Соответственно Если натуральная пища Это либо курица Либо говядина Либо индейка Некоторые там свинину Свину и печенька Там категорически нельзя У них по другому Пищеварение работает Это будут только одни проблемы Я, конечно, больше рекомендую Сухие корма Потому что удобнее Но обратно же Средней Группы Вот И Если сухой корм Все просто Там на каждом корме Есть суточная дозировка Они разбиты по возрасту Даже некоторые по породу Потому что есть породные заболевания Допустим Если британцы Это слабая среди Сосудистая система Если сфинкции Это различные аллергии Конъюнктивиты И сердце тоже слабое И соответственно Есть даже специальная корма По породам Просто человеку Надо определиться Как и чем Он хочет кормить животное Своё всю жизнь И этим путём Идти всю жизнь Хотите натуралку Пожалуйста Покупайте курицу Покупайте говядину Морозьте Порцуйте Давайте Но плюс обязательно То есть экспериментировать В гастрономических пристрастиях Что же кошке будет лучше Не надо Это Большие проблемы Стресс для животного А рыбка? Рыбка котам не рекомендована До года можно давать рыбу Когда животное старше года От рыбы В дикой природе Коты рыбу не ловят Только некоторые виды пород Там допустим В Донезии Есть которые там Рыболовством занимаются Рыба Продукт хороший Но кальций Фосфор Проблема всех котов Это мочекаменная болезнь Циститы хронические Потому что они ведут Неактивный образ жизни В квартирах От рыбы Если вы будете давать Один раз в месяц Ничего страшного Но если вы будете Планомерно постоянно давать Это будут постоянные болезни Будете постоянно Пощищать вид врачей Так что Кормите правильно И не будете болеть Эти аплодисменты вам На консультации Рекомендации Иван Вы в какой-то степени Наверное счастливый человек Потому что вы каждый день Сталкиваетесь с братьями Нашими меньшими Более того Вы спасаете Многим из них Жизни Вот какие самые Экзотические Животные Попадались К вам Приходили к вам На прием Которые проживают В нашем Втором повеличении В Беларуси городе Ежики Альбиносы Даже ежиков Дом одержат Их много Довольно-таки Интересные животные Активные Вот Мне очень понравилось Я был в диком восторге Это Лысая морская свинка Их мало Но они похожи На маленьких бегемотов Очень интересные Вот Гекконы Пауки Даже Ну различные рептилии Вот Ну и попугаи Конечно интересные Ну волнистым Никого не удивишь Ну допустим Какие-то крупные попугаи Они всегда птицы интересные Вот Хорошо Вернемся К виновникам Сегодняшнего праздника К кошкам Какие Породы кошек Сегодня Проживают в нашем городе Ну самые распространенные У нас конечно Наши обычные Дворовые Кошки Вот Различные метисы Много британцев Много сфинксов Вот Сейчас очень популярные Различные Мейн-куны Большие породы Тоже красивые животные Ну хватает Много агрессивных котов Которые ну скажем так Готовы напасть на врача Расцарапать его Отстаивать свою правоту Небольшой процент на есть Как справляетесь с ними? Ну фиксируем Стараемся То есть Конечно С применением силы Показать кто В клинике В кабинете хозяева Конечно Если животным Надо манипуляцию Привести Кровь Анализ Допустим Забор Привести Ее надо провести Потому что Анализы просто так не назначаются Ну соответственно Есть специальные Фиксирующие Сумки Воротники Ну и опытные фиксаторы Врачи Ну и владелец конечно Должен своего подчиненного Так сказать Держать крепко в руках Ясно Ну хорошо А вам как врачу Вы уже научились Как-то договариваться Со своим четвероногим Договорить Со своим домашним Вот к вам приносят Пациента на прием Агрессивного Буйного Ну по большому счету Для меня коты Это маленькие тигры Комнатные тигры Вы уже с ними научились Заговариваться? Договориться не получится С ним Только Только насильственная фиксация Все к сожалению Они умеют постоять за себя Это заслуживает И переведить его не получится Тем кто умеет Постоять за себя Скажите Чем чаще всего Болеют коты И наверное Следующая часть вопроса Как это Предотвратить Как во время это заметить Ну если взять В отдельности Котов Это сейчас Проблема циститы У животных Почему это происходит Потому что в дикой периоде Кот за день Проходит в районе 10 километров 4 гектара Это его территория Он за нее борется В квартире В лучшем случае Кот проходит Километр 2 За день А то и нет Хозяева стараются Хорошо кормят И рыбку любят дать И молоко То что котам Категорически не рекомендовано И соответственно Циститы Мочекаменная болезнь Вот Каждый четвертый случай Обращения Это аллергические реакции Ну со стороны кожи Высыпания И соответственно Это тоже все Из-за неправильного кормления То что я говорил Что животное Надо кормить правильно Вот И соответственно Уход Вот С глазами много проблем Вирусных инфекций Много Потому что люди Держат дома Котов своих Идут Выкидывать Допустим мусор Сидит котика Котика жалко Они его берут И приносят домой Дело-то конечно хорошее Но к этому Надо тоже с умом подходить Надо его сначала Обработки все провести Вот 30 дней Выдержать изоляцию Потому что 30 дней Все инфекции проявятся Которые у него есть А если их не пролечить Они заражают домашних Иногда умирают К сожалению Из-за вирусных инфекций Так что Мочекаменная болезнь Вирусные инфекции И кожные заболевания И как это лечить Обратно же Правильное кормление И содержание животных То бишь Подходить надо с умом К этому делу Еще раз вам Эти аплодисменты Друзья Ну а тем временем В интернете Набирает популярность Видео Запечатлившее Миротворческие Действия Одного Упитанного кота Давайте посмотрим А я заодно Расскажу Что происходит Началось все с того Что два представителя Кошачьих Решили выяснять Отношения между собой И вступили в бой Против агрессии Явно был настроен Третий кот Весьма упитанное животное Он собственно И прекратил Разборки Своих сородичей Хозяин Братья наших меньших Успел снять На видео Начало инцидента И миротворческую Миссию Третьего Кота Прекратившего Драку После нескольких Красивая Потому что Та разговорчивая Та требует Что ей надо А это Она в принципе Просто подходит И лапой Начинает стучать Что она хочет есть А та Она будет ходить За тобой Постоянно Как бы орать Дай мне есть Дай мне есть Мы говорим еще немножко И она уже заговорит Человеческим голосом А ведь такие ролики Тоже в интернете есть Открытие Можно посмотреть Очень много Причем Очень реалистично Коты повторяют За человеком И причем Получается Что первая кошка На 2-3 года Старше Чем это Не помню Наверное На 2 или 3 Не помню Вот И поэтому У них очень четко Сначала должна Поесть старшая Потом младшая То есть у них Вот эта градация Есть Если она нарушает Субординацию Та ей может Как бы и двинуть По физиономии Иногда Драчки происходят Но чаще всего Они вот Мирно Скажи Пытаешься как-то Разрулить ситуацию Или в кошачий мир Не лезешь Да нет Они сами разберутся Но это как дети Дети ссорятся Играются Мирятся Вот у них То же самое происходит Аплодисменты кошачьим Нередко кошки Становятся героями Сказок Былин Мультфильмов И так далее У многих народов В мире существует Множество поверьей И примет Связанных с кошками Самые распространенные Что кошки проживают Как минимум 9 жизней А еще могут Интуитивно определять Намерения Перешедшего в дом Человека И чувствуют Недобрых гостей Ну а в Минске В Минске, друзья Между прочим Есть уникальный музей Единственный в нашей стране Это музей кота Об этом мы не только Поговорим буквально Через несколько мгновений Не переключайтесь Итак, друзья Мы продолжаем Наш прямой эфир На телеканале Беларусь 4 Сегодня на всей планете Спасибо за аплодисменты Эти аплодисменты Нашим Усатым Ушастым Хвостастым Царапающим Прекрасным Котам Сегодня во всем мире Празднуется Их праздник Всемирный день кота И вы знаете В ряде стран Котам особое отношение И наша страна Не исключение Ну например В нашей стране Находится Единственный В Беларуси Музей кота Сейчас мы Попытаемся Дозвониться Связаться С представителями Этого музея Узнаем Чем же он Так прославился Чем он Такой необычный И о чем Могут Рассказать И сотрудники И экспозиции Этого Музея Свет Ты сказала Что коты Намного Вдохновляют Как это происходит Ну во-первых Я-то и приобрела Кошку Лишь потому Что я делала Куклу Которая должна Была вести На поводке Кота И я стала Я была собачницей Я не знала В принципе Как состоит кот Из чего он Как бы Да Пропорции его И поэтому Я взяла каталог Стала смотреть И мне показалось Что самое грациозное Это были сфинксы И поэтому После этого Я сразу решила Его приобрести Вот И мы пошли С сыном И выбрали себе Питомца Вот И поэтому Когда я на него смотрю Я иногда делаю Куклу Кота То есть Я как бы Все равно Играю Именно с этой породой И с другими Вот И моя В принципе Прототип этой кошки Уже была в Болонии На выставке Называлась Текстильно красным Есть у нас звонок Давайте Алло Послушаем Кто с нами на связи Алло Алло Здравствуйте Алло Белослава С нами Здравствуйте Здравствуйте Белослава Кришнопович Старший научный сотрудник Единственного в музее В Беларуси Музея Кота Белослава Здравствуйте Как нас слышно Здравствуйте Отлично Слышно Эти аплодисменты Белослава вам Белослава Ну во-первых Хочу поздравить От всей нашей программы Добрый вечер Гомель На телеканале Беларусь 4 С этим замечательным праздником Со всемирным днем Кота Расскажите Как сегодня В музее Кота В Минске Отпраздновали Это событие Сегодня Котики были Очень счастливы Мы Везде Поздравляли Давали Различные лакомства На протяжении дня Вот Ну Всячески Их баловали Вот Так Этот праздник Отмечается С 2005 года Впервые Он был В США В 2005 Официально объявлен А в 1987 Он праздновался В Японии Японцы первые Стали праздновать Это замечательный праздник Скажите А вот что Стало причиной Того Что В нашей стране Решили Открыть Этот уникальный Музей В 2004 Года Проходит Выставка Мартовские коты Там Жилопись Красную Структуру Фотографии Собращающую Тематику Выставляли Художники Картины Вот А затем Куратору проекта Ей пришла Такая идея Это Алана Русская Пришла идея Создать Такое пространство Где бывшие Бездомные котики Находят свой дом Вот То есть За три года Практически Из музея Было пристроено Более 60 котов То есть Человек приходит Вот Ему понравился котик Или кошка И он После небольшой беседы Может себе забрать Животное Даже Даже так А скажите А Сегодня О чем Рассказывают Экспонаты Вашего музея Тоже Все Картины Живые Бездородская Скульптура Афтографии Различные Статуэтки К нам Часто Носит Люди В городе Минск Белоруссия Даже Иностранные Граждане Передают Свои коллекции Котов Коллекции Котов И В ближайшее Время Планируется Что Будет Небольшое Изменение В музее Будет Различные Зоны Разбиты По залам Зал Классической Живописи Венецианский Зал Микитский Белорусский И несколько Других Залов Которые В наиболейшей Степени Расскрывают Историю Кошек То есть Начиная От Самых Истоков До Наш И Также Гродненский Археологический Музей Он Передал В музей Кота Отпечатки Лапок Кота И кошки 16 века Даже Так Даже Такие Реликвии У вас Имеются Скажите А правда Лишь Что Кроме Людей В вашем Музее Ну скажем Так Служат Еще И Самые Настоящие Коты Да Да Конечно Сколько Сегодня У вас Кошачьих Сотрудников 10 Котов И кошек Плюс 4 Маленьких Котенков Им только 3 недели Спомнилось Ух ты А скажите Это ваши штатные коты Или Понравившиеся Кота Ваш посетитель Может забрать С собой Всех котов Мы отдаем И с большой радостью Пристраиваем их Пока что Кроме Двух Обещанцев И главного Кота Пончика Время Время Пончика Мы не отдаем Потому что Благодаря ему Стало Очень тихо Мирно В музее Коты Кошки Живут Мирно Если Нет Лидера Обязательно Ведутся Бои За лидерство То есть По большому счету Если разобраться То ваш Пресловутый Кот Пончик Он является Директором Этого Музея Да Он и Директор Да Отлично Скажите Музей Существует Уже Не первый Год А не Планируете Ли Вы Отправиться С вашим Музеем В турне По другим Городам Беларуси Например В Гомель Очень не могу Сказать Возможно Всего Скорее Пока Пока Что нет Потому что Для котиков Это большой Стресс Приезд На новое Место Потому что Если Скажем Когда мы Отдаем То Где-то Неделя Может быть Две И больше Осваивается На новом Месте Поэтому Для котика Достаточно Трудно Будет Освоиться Так В одном Городе Побыть Неделю Или Месяц Втором Неделю Пока Что Музей Есть Только В Минске Приглашаем Все жители Беларуси Приехать Минск Посмотреть На наших Котик И погладить Их Обязательно Приедем Эти аплодисменты Вам Белослава Спасибо вам Огромное За то Что Уделили Нам Несколько Мгновений На нашем Добром Вечере Привет Котам Почешите Их Обязательно За ушком Поздравьте С праздником Дайте Какую-нибудь Вкусняшку Белослава Кришнапович Была с нами На связи Старший Научный Сотрудник Единственного В Беларуси Музея Кота Еще раз Аплодисменты Нашим Минским Друзьям Ну а Мы продолжим Через Несколько Мгновений Продолжим Нашу кошачью Тему Конечно Поздравлять Наших Ушастых Пушистых Ну и не забывайте Что в наш вайбер Вы можете Отправить Сообщение Если Например Вам нужно Пристроить Котят В хорошие руки Это уникальная возможность Сегодня Добрым вечером Не пропустите Ее Обязательно Воспользуйтесь Возможно Вашим котам Будет обеспечена Уютная И главное Теплая И сытая Жизнь Не переключайтесь Продолжение следует Начнется Начнется Темрой Проводница Улезь И над Кусточком Закликая Ночку Полночь Наступила Тени Оживила Месяц Зник Ухмара Вышла Злес Умара Начнется Ведьмарка С мроку Володарка В окна Заглядая Дитя Шесты Сбирает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнется Начнется Темрой Проводница Улезь И над Кусточком Закликая Ножку Начнется Начнется Темрой Проводница И над Восы Начнется And Рыб Проводница Улезь И над Кусточком Заклика Начнется Начнется Аплодина Нарыв Польварек музыкальный руководитель продолжаем аплодировать андрей васильев вот теперь все замечательно великолепные мелодии великолепный вечер продолжаем поздравлять наших готов несколько времени хочется уделить нашему вайберу огромное спасибо ивану знаю уйму примеров когда он помогал в очень сложных ситуациях нашим любимым животным спасибо за то что он не просто делает работу а делает это с любовью к нашим питомцам нашим маленьким членам семьи это вот сообщение пришло от нашей зрительницы кристины вам аплодисменты ирина пишет огромное спасибо ивану королевичу за профессиональные качества только он нам поставил правильный диагноз и назначил лечение спасибо огромное я думаю это дорогого стоит потому что действительно для нас коты становятся настоящими членами семьи знаю это на примере собственной семьи друзья несколько вопросов я думаю надо нашим зрителям помочь у нас мейн-кун не знаем как его кормить светлана иван что скажете и врачебная часть и часть профессионалов у которых живут коты я уже рассказывал два правильных подхода натуральная либо хорошая корма выбирайте что вам нравится который брать не придется хозяин выберет но есть же такие случаи когда код может если ему еда не понравится отвернуться и уйти ну смотри или проголодается придет смотрите по поводу кормов как получается кормов хороших большое количество выбора слава богу приобретаете по 50 грамм каждого корма допустим пять видов приобрели пять листиков бумаги пять кучек что животное выбрало пусть то и кушает значит покупайте это она присыщается еда не нравится ему снова повторили этот опыт выбрал корм пусть ест как дрессировать кота без еды светлана что можно сказать как можно ответить на этот вопрос нашим зрителям можно я дополню вот предыдущие по поводу кормежки получается что у меня два кота и я насыпаю в две мисочки корм сухой они поедят но потом когда мы садимся есть вот именно старшая она все время начинает просить корм и пытается есть со стола то есть она пытается мясо есть если реже мясо она постоянно истерит пытается достать мясо то есть она у меня требует творог требует мясо но при этом все равно есть сухой корм нельзя совмещать объясняю почему натуральная пища это больше нагрузка на желудок сухие корма они готовы к употреблению и больше идет нагрузка на 12-перстную кишку на каждый корм и каждое кормление вырабатывается определенная концентрация ph желудки кишечники когда вы начинаете неправильно кормить а сегодня у меня есть время я куплю мясо а завтра нету я куплю корма легче кормом правильно начинаются проблемы рвоты диареи гастриты колиты и куча проблем от этого и психология кормления неправильно когда во первых где животное употребляет пищу вы ее там не должны употреблять у нее должно быть свое место когда вы употребляете пищу животное не должно присутствовать это первое и по воде животное это хищник и получается в том месте где она добыла себе жертву пищу форму нашем случае она считает это место грязное и там она воду пить не любит она будет пить ее где угодно туалета с крана искать любом месте для кота вода должна быть расставлена по всему дому любит лежать на подоконнике значит на подоконнике поставьте мисочку любит где-нибудь в коридоре в трех-четырех местах потому что психологически это хищник все-таки надо понимать кошка давайте все-таки перейдем ко второму вопросу по дрессуре ответ есть она меня дрессирует да ладно ее кормить но так получается значит на лидер то есть готов у нас способен дрессировать только юрий куклачев видимо давайте поаплодируем еще раз нашим котам еще один вопрос кто писал про британцев вот то же самое и про мейн-куна независимый код грациозная но никто наверно спорить с этим не станет но если честно я маятку на в нем немножко побаиваюсь наверное из-за того что они большие сколько правильно вот в до в догонку сколько сколько правильно надо кормить кота разов в день вот прочитал как есть ну хотя бы три либо два вот кого есть разные схемы кормления живот есть пятиразовая есть трехразовая есть двухразовая и конкретно котов собак немножко по-другому крупных собак даже раз день могут ой подождите вот когда будет семерный день собак емой тоже вас приглашу мы по похоже компания соберемся разберем смотрите какой нюанс когда животное молодое до года еда ну есть суточное принятие суточной дозировки пищи да еда должна лежать как бы постоянно до года когда животное становится старше так делать нельзя почему потому что допустим сухие корма и пища на окисляется вот вы достали допустим суточная дозировка средняя корма 50 грамм грубо говоря поделена три части вот и давайте великолепно но у нас время катастрофически подходит к своему финишу вопросов еще достаточно много оля есть такое понятие вот от многих приходится слышать что коты это еще ну как бы не только скажем такого украшения дополнения иногда порча квартиры но это еще и прекрасный антистресс и ну такой вот молчаливый мурлыкающий психолог вот что скажешь на это психолог году а доктор вот она сейчас сидит мурлыкает и я так немножечко успокаивает да то есть вот это мурлыканье у готова ну конечно успокаивающее лечебно а вообще действительно у котов можно научиться практике расслабления вот сейчас стрессовая стрессонапряженная да такой эмоционально насыщенная жизнь и причем напряжение не физического плана то есть мы перенапрягаемся совершенно не физически трудясь а чтобы сбросить это напряжение да нужно его как-то же куда-то заземление должно куда-то уходить поэтому сейчас получила распространение практики всевозможные расслабляющие йога пилата стретчинги но у котов можно научиться умению расслабляться и вот обратите внимание я кстати обращала внимание когда ты начинаешь суетиться злишься там торопишься куда-то жутко да и тут начинает возле ног тире сако да там крутить восьмерки бедрами и ты так путаться под ногами путаться под ногами да хочется оттолкнуть а ведь это сигнал понимаете это вот своеобразный сигнал побереги себя остановись расслабься умей распределить так что это свое вот время чтобы меньше было нагрузки вот именно такая оберегающая практика вот этому точно нужно учиться у котов и в принципе вот это есть та самая практика которая помогает снимать стресс это у котов светлана можно поучиться у котов вот я хотел спросить чем можно добавить дополнить рассказать может быть я это всегда говорю и буду говорить девочки если вы не знаете как вести себя с мужчиной посмотрите как это делают коты ко мне приходит папа и говорит цвета порежь ей ливерку очистим шкорку потому что у нее плохие зубки она не может есть говорю папа успокойся я видела на даче как она поймала птицу и съела эту птицу вместе с косточками и перышками и зубки у нее были все у нее были а когда она видит что можно кем-то по ним манипулировать она совершенно спокойно это делает так что у них очень многому чему можно поучиться друзья мои еще раз нашим прекрасным четвероногим ушастым мурлыкающим вредным таким любимым котам давайте поаплодируем громко-громко наши прекрасные кошки которые у нас сегодня в студии всем котам которые живут в гомеле области на окрестностях и в минске в музее кота подходит завершение нашей программы хотелось бы подвести небольшой итог что же мы люди должны сделать чтобы наши коты были довольны и здоровы иван начнем с практических советов от вас как от главного ветврача ну я выше все сказал конечно как я говорил прежде всего надо соответствующий уход и смотреть за своим животным стараться это делать хорошо силу своих возможностей у нас был вопрос мы не поднимали по поводу котов каких лучше котов то брать породистых не породистых я считаю что это дело каждого потому что я вот конечно мне очень нравится большое количество котов даже уличных вот их тоже надо поддерживать ему надо помогать этим животным вот у нас есть много в гомеле защитных организаций доброта подарим шанс хорошая организация которая реально помогает животным уличным том числе и породистым потому что сейчас дошло до того что даже породистых на улицу выкидывает готов расскажу такой вопиющий случай где-то на шведской горке британец с бирочкой на шее что там я такой-то код я ем такой-то корм меня хозяева ужас ну такое есть вот так что надо помогать уличным прежде всего давайте под занавес сегодняшнего каша вечера позитивное русло вернем нашу беседу правильно кормите чаще обращайтесь в крачу консультируйтесь специалистов моем совет вот кормление и содержание это главное ну наверное психологическое состояние кота тоже нужно поддерживать это конечно развлекать его чтобы не скучал действительно светлана ваш совет самое главное любите их давайте им свою любовь нежность и ласку ольга без совета психолога этот вечер завершится но я вообще прям очень захотелось чтобы у нас гомеле появился филиал музея кота да прям говорили о том что приезжать зачем приезжать надо открывать здесь филиал да чтобы у нас тоже было то же самое чтобы мы могли чтобы свой код пончик тоже у нас был да директор этого мне вот этого очень захотелось а вообще здоровым обществом считается общество где не существует или где минимализированное количество бездомных животных брошенных детей неухоженных стариков поэтому я желаю что мы в таком обществе чтобы каждому животному каждого животного был хозяин который его любит понимает ценит обожает спасибо большое за совет лиза что ты посоветуешь и как хозяйка двух очаровательных котов хоть ты говоришь один умный второй красивый и как великолепный музыкант то в общем поддержу все вышесказанное любите их дарите им ласку правильно кормите это очень важно и все будет хорошо и у нас и убрать и в наших четвероногих друзья я хочу поблагодарить за этот вечер за то что заглянули к нам на огонь у каждого из вас по отдельности и всех вместе отдельные аплодисменты друзья наши кармелине ну и конечно же такими не смолкающими аплодисментами думаю мы встретим наш музыкальный коллектив группу старых альвара которая завершит на музыкальной ноте сегодняшний вечер ну а вам друзья хочу сказать что завтра еще будет один новый вечер он безусловно будет добрым смотрите нас каждый вечерний эфир на телеканале беларусь 4 ищите нас в соцсетях пишите давайте общаться о каких на какие темы вам было бы еще интересно поговорить в наших эфирах с вами этим вечером был я александр лупиненко удачи вам пока до встречи наш вечер завершают перекрасные музыканты группы старых альвара ребята поехали музыканты на гряной неделе русалки сидели рано-рано сидели русалки на крывой берозе рано-рано на крывой берозе на прямой дороге рано-рано сидели русалки на крывой берозе рано-рано На кривой берозе, на прямой дороге, рано-рано. Просели русалки хлеба и соли, рано-рано. И хлеба, и соли, и горка, и циволи, рано-рано. Рано-рано-рано. 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 Продолжение следует...